Всем привет, меня зовут Алена Полюхович, и сегодня я хочу поговорить с вами о таком инструменте, как презентации. Что такое презентации, зачем они нужны? Понятное дело, что это инструмент для коммуникации. Для коммуникации, для того, чтобы как можно проще, быстрее и лаконичнее донести свою самую основную мысль аудитории. А как часто вы встречали безвкусные презентации, которые либо слишком вычурные какие-то, которые заморачиваются на супер красоте, а не на лаконичности и точной информации. А также мы можем увидеть много презентаций, я думаю, вы тоже видели, которые совершенно безвкусные, которые используют кучу безвкусных картинок, каких-то непонятных шрифтов, непонятный вообще текст, как-то располагают это и все некрасиво. И таких примеров на самом деле очень огромное количество. Ну а сегодня я вам расскажу несколько приемов, как сделать вашу презентацию красочной, яркой, лаконичной, понятной, а не безвкусной. Ну, во-первых, конечно же, откажитесь от готовых шаблонов, которые очень скучные, которые всем надоели, в них нет, если можно так сказать, души, то есть здесь ничего интересного нет, они приелись, их видели все. Лучше использовать какие-то новые шаблоны, что-то свое, тем более, что сейчас вообще не нужно быть дизайнером, чтобы создавать что-то креативное, что-то интересное и что-то свое. Также следующая довольно распространенная ошибка, это выбор неправильных цветов, то есть если вы не разбираетесь в трендах веб-дизайнера, то вы можете, конечно, допустить такую ошибку, выбрать, вот как здесь на примере, некрасивые цвета, которые не очень красиво сочетаются между собой, а если вы еще сверху наложите вот шрифт непонятный, то вообще будет все печально. Так что нужно выбирать какие-то более сочные, яркие оттенки, смотреть, как это хорошо смотрится и сочетается с текстом на картинке. Если вы не знаете, как выбрать какой конкретно цвет, то есть куча специальных программ, я оставлю ссылочку в описании, вот, например, одна из них, где здесь вот куча всяких сочных цветов, и чтобы скопировать его, нужно просто нажать левой кнопкой мыши, и все, ваш цвет скопирован, и вы можете его вставлять и использовать. Также еще один хороший способ подобрать нужные вам цвета, это выбрать понравившуюся вам картинку и разложить ее на цвета при помощи программы, ссылку, которую я оставлю в описании. Вы заходите в извлечение градиента и выбираете файл, который вам понравился, открываете его, и вот он вам раскладывает все на градиент, и дальше вы просто выбираете и сохраняете в библиотеку цвета, которые вам нужны. На этой программе есть вот здесь вот справка, в ней достаточно легко зарегистрироваться, используя тот же Facebook или аккаунт в Google, так что ничего такого сложного нет, и можно перейти в справку, здесь есть часто задаваемые вопросы, и, скажем так, полное руководство по этой программе. Также используйте во всей презентации не более пяти цветов, если вы, например, создаете какую-то презентацию по детской тематике, да, кажется, детская тематика, презентация должна быть яркой, и вы начинаете делать там полную радугу, и это совершенно неправильно, потому что это мешает восприятию визуально текста, вообще чтению, и мешает нам сконцентрироваться на той информации, которая написана, например, на этом слайде. Да, вот здесь у нас прям аж рябит в глазах от того, что каждый цвет разный, и что-то нам бросается в глаза, что-то наоборот нет. Лучше всего использовать где-то 2-3 цвета на одном слайде, на одной презентации, конечно же, опираясь на основную тему слайда. Конечно, соблюдайте контрастность цвета фона и текста, если у вас фон светлый, то, конечно, лучше использовать контрастный текст, ну и наоборот, потому что если вы будете, например, использовать все наоборот, да, например, на светлом фоне использовать светлый текст, текст будет плохо видно, и вместо того, чтобы слушать вас, люди будут пытаться сконцентрироваться на тексте, что там написано, пытаться разобрать и отвлекаться. Также откажитесь от всех градиентов, теней и всевозможных эффектов, которые были популярны лет 10 тому назад, потому что хорошие слайды, которые выглядят актуально, свежо, идут в ногу со временем, они повышают также и доверие аудитории к вам, как непосредственно к специалисту, потому что хороший специалист, он всегда будет идти в ногу со временем, он всегда будет развиваться, понимать, что сейчас актуально, а что нет, а если специалист как бы не очень, то он застрял где-то в прошлом, где что-то было популярно лет 10 назад и не хочет развиваться, поэтому, казалось бы, такая мелочь, но это говорит о многом, поэтому стремитесь сейчас к минимализму, так как сейчас это именно в тренде, модно и во всех сферах очень актуально, в том числе и в презентации. Также мой совет вам, это отказаться от некачественных стоковых фотографий, лучше потратить чуть больше времени, возможно денег, но найти хорошие картинки, которые будут качественные, актуальные, новые, а не использоваться уже 10 лет везде, и как бы, которые будут интересны, и на которые будет приятно смотреть, потому что даже если вы напишите умную мысль на такой картинке, это все равно будет смотреться дешево, неактуально, и как-то все равно именно сама картинка будет притягивать внимание. Ну, как отличить некачественные фотографии стоковые от качественных, это очень просто. Вот это, например, хорошее фото, на котором есть какие-то эмоции, но такое не заюзанное. Обычные стоковые фотографии, это те, которые вы сами видели на каждом втором сайте, везде в рекламе, где только возможно, если вы вбиваете в гугл, сразу же эти картинки появляются, какие-то действия непонятные тоже, вот, например, здесь с руками, которые также везде используются. Также не очень хорошая графика, как правило, вот на белом фоне, и картинки, которые такие вот фальшивые, фальшивые лица, эмоции людей, фальшивые улыбки, какие-то, например, вот здесь мы видим, да, девушка ест что-то и улыбается, даже не улыбается, а смеется, то есть видно, что какая-то фальшивая эмоция. Или вот здесь какие-нибудь тоже семья, которая вся такая радостная, собралась за одним столом. Поэтому, да, вот если вы видите такого плана картинки, то, скорее всего, они не очень, и лучше от них отказаться. Друзья, приветствую вас, меня зовут Руслан Байбеков, я продать маркетинг-менеджер. И сейчас хочу рассказать о том, как делать крутые презентации. Когда я только начал выступать и готовить свои презентации, я понял, что это очень сложно, поэтому я понимаю вас. И попробую дать немного советов, которые позволят вам упростить эту задачу. В первую очередь, презентация делается для какого-то доклада. Вряд ли вы делаете презентацию просто так, ну или для какой-то цели. Так вот, определите точно эту цель, поставьте точно ту цель, то есть ответьте на вопрос, для чего вам презентация, и для чего эту презентацию смотреть вашим зрителям. Скорее всего, презентация будет потом отправлена, то есть она будет не только показана вами на каком-то экране, а она будет потом рассылаться вашим слушателям. Поэтому сделайте максимально полезную презентацию, чтобы люди понимали, о чем вы говорите, о чем вы говорили, читая эту презентацию без вашей звуковой поддержки. Дальше, презентация должна быть стилистически, с точки зрения стилистики, с точки зрения дизайна быть правильной. То есть у вас презентация должна соответствовать нормам дизайна, нормам стиля, она должна смотреться. Человек, который будет ее смотреть, должен хотеть ее смотреть. Следующий момент, очень многие любят перегружать презентацию различными картинками, текстами и так далее. Чаще всего это ошибка новичка, когда кажется, что ты забудешь какое-то слово, ты пытаешься в презентации все это указать, либо словами, либо картинками, либо какими-то намеками. Изучите тему. Когда вы будете знать тему, даже небольшой тезис, он будет вам напоминать, о чем идет речь. То есть презентация по факту должна быть некой такой, скажем так, напоминалкой, что ли, или такой штука, которая будет вас вести, да, таким стержнем вашего доклада, чтобы вы не уходили куда-то, чтобы вопросы, которые вам могут задать из зала, не могли вас сбить. Дальше. Не размещайте большое количество контента. На одном слайде, ну максимум 10 строк. При этом строки должны содержать небольшое количество слов. Старайтесь не показывать вашему зрителю все пункты сразу на одной странице. Я люблю разделять, я люблю показывать пункты по одному. Почему? Потому что человек, который слушает вас, может захотеть прочесть все и сразу. То есть человек, существо довольно любопытное, и он захочет посмотреть, что же там есть еще. И начнет читать эти пункты. Таким образом, он не запомнит тех слов, которые вы говорите, вы потеряете внимание, и в результате эффекта не будет достигнут. Презентация должна продавать, естественно, и поэтому туда необходимо добавлять какие-то, в том числе, и визуальные эффекты. Видео, к сожалению, редко можно добавлять, потому что не все организаторы готовы подгружать ваши видео и отображать их на экранах с звуком и так далее. Поэтому используйте GIF, например, как вариант. Но, опять же, это лучше согласовать с организаторами того мероприятия, где вы будете выступать. В презентации обязательно должны быть контакты. И я очень люблю вставлять в свое лицо фотографию, чтобы люди запоминали вас, а когда люди будут открывать презентацию, они визуально вас вспомнят. Таким образом, если вы понравились как спикер, это будет положительный триггер. Если вы как спикер не понравились, ну, презентацию почитают, еще раз на вас взглянуть в конце, ничего страшного. Вот такие, наверное, простые советы. Теперь, как все-таки структурно сделать презентацию. Я использую в одном из видео, я уже рассказывал, использую карту, ментальную карту X-Mind для того, чтобы выстраивать структуру презентации. И сначала я выстраиваю все-таки доклад. Подбираю тему, о чем этот будет доклад. Подбираю тезисы к этому докладу. Структурирую его в X-Mind. И презентация рождается сама собой по шагам, по структуре, которую вы накидали в Mind Map. Поэтому, как бы, там все довольно просто. Ну, и дальше уже визуально ее как-то накидываю. Прошу дизайнера посмотреть, нормально ли она у меня выглядит, соответствует ли она современным тенденциям, скажем так. И готово. Хотите, чтобы на вашу презентацию обращали внимание, делайте ее яркой. Хотите, чтобы обращали внимание на то, что вы говорите, сделайте ее более строгой, более официальной. И самое главное, экспериментируйте. Только экспериментами вы сможете добиться идеальной презентации. И не бойтесь делать ошибок. Если вы сделали ошибку, и вам на это указали даже в зале, вы живой человек. Это нормально. Учтите это на будущее, исправьте. И готово. Ну, и, конечно же, давайте полезные материалы, различные ссылки на инструменты, литературу, которую вы изучили для того, чтобы добиться чего-то. Это очень хорошо заходит. Люди это очень любят. Всего вам самого хорошего. Конечно, используйте современные шрифты. Понятное дело, что там Times New Roman, Calibri, это все классика. Их также можно использовать. Здесь ничего такого криминального не будет. Но также, как и с стилями слайдов, с картинками, лучше использовать что-то новенькое, что-то незаезженное, что-то простое, что также будет органично смотреться. Например, вот эти шрифты, они всегда будут в тему, они всегда подойдут, в принципе, к любому стилю презентации. Вот, например, есть группа ВКонтакте, называется «Бесплатные шрифты». Ссылочку я оставлю в описании. Здесь можно подобрать нужный вам шрифт. Рядом с каждым шрифтом пишется информация о том, можно ли использовать его в коммерческих целях или нет. И здесь достаточно большой кладезь именно шрифтов. А также я еще советую вам обратить внимание на журнал «Инфографика», где здесь они также именно кириллические шрифты публикуют бесплатно. И здесь есть вот топ какой-нибудь шрифтов, топ 100, например, бесплатных шрифтов 2020 года. Там шесть классных кириллических шрифтов. А также там есть какие-то креативы в шрифтах и цвете. И можно, кстати, скачать, скопировать шрифт непосредственно из статьи. Ну и, естественно, нужно смотреть по поводу лицензии в каждом отдельном случае отдельно. Сам шрифт, конечно же, должен быть читабельным. Например, вот такой шрифт, он смотрится за крыльчками вот этими, он смотрится интересно, свежо. Но текст прочитать достаточно сложно, поэтому стоит, наверное, от такого шрифта, к примеру, отказаться. Вот здесь, например, шрифт абсолютно простой, обычный и легко читаемый, поэтому обращайте на это также внимание. На одном слайде используйте не более трех шрифтов для заголовка, основного текста и врезки, если это необходимо. Потому что если вы будете использовать кучу шрифтов разных на одном слайде, то это будет смотреться как-то некрасиво, не суразно. Ну и, конечно, также будет это очень тяжело восприниматься именно визуально. Также, конечно, используйте основные правила в верстке, например, не используйте выравнивание по ширине, потому что, как мы видим, здесь появляются большие отступы, это и выглядит некрасиво, ну и также возникают проблемы с чтением информации. Ну и также, конечно, используйте всевозможные нумерованные списки или там выделение основной мысли, потому что все, когда написано одним вот таким сплошным текстом, ну, также это не очень удобно читать, согласитесь, и не бросается в глаза важная и нужная информация. Поэтому выделяйте что-то главное, что нужно, используйте нумерованные списки или же маркированные списки. Также по поводу масштаба самого текста, не делайте слишком крупный текст или же наоборот слишком мелкий текст, он должен быть нормального размера. И также убедитесь, что если вы показываете свою презентацию большой аудитории, что ваш текст будет хорошо читаться и виден людям, которые будут сидеть далеко. Сам текст картинки также должен быть выровнен, потому что иначе вот смотрится просто неаккуратно, а аккуратная красивая презентация, она, конечно, говорит о вас, так же, как о специалист. Конечно, обращайте внимание на то, сколько текста у вас на слайде. На слайде не должно быть огромного количества текста, вот такого быть не должно, потому что аудитории будет неинтересно это читать и неудобно как минимум. Текст на слайде, он не должен быть как подсказкой, шпаргалкой там, да, для спикера, который выступает, вы не должны читать именно с этого слайда, с этой презентации. Задача этого слайда, она направлена на то, чтобы усилить эффект того, что вы говорите, усилить эмоции, а не просто вы должны читать со слайда. Тем более, что аудитории будет неинтересно и скучно, если вы будете просто читать текст со слайда, не будет никакой эмоциональной связи со спикером, поэтому уделите этому также огромное внимание. Посвятите каждому своему пункту отдельный слайд, не нужно все впихивать в один слайд, пытаться сделать. Если у вас есть там какие-то подпункты, о которых вы будете рассказывать, например, там, да, несколько книг разных, как на этом примере, то лучше использовать для одной книги один слайд. Таким образом, вы, во-первых, сможете подобрать релевантную картинку для каждого пункта и усилить более вот эту вот эмоциональность. Люди так лучше проникнутся и лучше поймут, о чем вы говорите. Чтобы заострить внимание аудитории на чем-то конкретном и важном, выделяйте важный пункт, важный текст другим цветом. И это сразу привлечет внимание, конечно, а не будет все таким безликим и однотипным. Не лепите иконки и текст вплотную друг к другу, потому что, опять же, нам очень сложно вот такой вот текст воспринимать как-то и визуально, и читать, и мы не можем сконцентрироваться. Наоборот, должны быть отступы, чтобы и визуально это красиво смотрелось, приятно, ну и чтобы нам воспринимать было это легче, легче было прочитать и уловить основную мысль. Используйте иконки, всевозможную графику, инфографику для того, чтобы ускорить понимание то, о чем вы говорите, и лучше заострить внимание публики. Но если вы используете, например, те же иконки, они должны быть выполнены в одном стиле. Если, например, они закрашенные, то, например, они все должны быть закрашены. Шрифт у них должен быть тоже один и тот же, потому что иначе презентация, опять же, выглядит неаккуратно. Есть целый сайт по поиску иконок, ссылку я оставлю в описании. В нем можно зарегистрироваться или же войти при помощи существующих у вас соцсетей. Вы можете легко выбрать иконку, просто прописав на английском ее название в поиске. Дальше вам предложится куча вариантов иконок. Вы кликаете на понравившуюся вам и выбираете получить иконку. И дальше вы можете выбрать, хотите вы купить иконку, хотите вы купить иконку в коммерческих целях с использованием авторства. Это там будет стоить буквально пару долларов. Или же вы можете получить иконку абсолютно бесплатно, но с указанием логотипа автора. Помните, один слайд, одно изображение. Лучше всего использовать именно так, а не наслаивать кучу изображений. Один слайд должен быть посвящен одному пункту и картинка должна быть релевантна этому пункту. Ее основная задача просто усилить эффект от того, что вы говорите. Иначе просто вот это вот наслоение, во-первых, оно опять же неаккуратно выглядит, а во-вторых, теряется вообще фокусировка на конкретном предмете, о котором мы говорим. Не добавляйте к слайдам ненужные поля, логотипы. Часто можно встретить вот использование, например, логотипа, номера телефона именно в колонтитуле. Это съедает дополнительное место, как бы, и часто это вообще не имеет никакого смысла. Лучше всю эту информацию разместить на последнем слайде, тем более, если презентация, ваш продукт, товар заинтересовала слушателя, поверьте, они точно запомнят название вашей компании. Ну, конечно, когда вы создаете презентацию, вы должны помнить, что каждый слайд, он должен привлекать внимание. Вот здесь ничего не привлекает внимание, мы даже не видим текст, особо он теряется на этом фоне. А вот здесь уже примеры поинтереснее, когда мы видим, что она как-то захватывает наше внимание. Помните, как обычно, что все картинки, которые мы используем, и слайды, они нужны для того, чтобы вызвать у человека эмоции. Для того, чтобы создать красочную, хорошую презентацию, нужно не только разбираться в трендах каких-то актуальных веб-дизайна, да, но и иметь вдохновение. А чтобы вдохновляться, нужно изучать какие-то презентации других людей. Вот, например, SlideShare, он здесь собрал огромное количество всевозможных презентаций, где вы можете посмотреть, понять общие принципы и общую структуру. Также можно посмотреть сайты зарубежных специалистов, причем именно тех, которые конкретно занимаются презентациями. Здесь собрано огромное количество всевозможных презентаций, и вы можете просто посмотреть, уловить основную суть, основной посыл и вдохновиться и использовать это в своей презентации. Зачем нужны презентации? Ну, в основном для того, чтобы убедить покупателей приобрести ваш товар. И тут я вспоминаю много классных книг, которые я прочитал. Одна из них Джо Шугермана, который говорил про то, что чем дольше вы проводите презентацию, тем выше вероятность, что вы продадите. Множество других авторов об этом говорят, что все-таки длинный контент работает больше всего. И презентации важны для убеждения людей купить ваш товар. Вы вспомните, те, кто приходят, к примеру, в магазин, там, купить мобильный телефон. Что они делают? Они могут долго говорить с менеджером по продажам. Чем дольше он говорит, тем вероятность того, что он купит, увеличивается, потому что он действительно заинтересованный. Поэтому презентации важно делать таким образом, чтобы охватить аудиторию, которые не хотят долго проводить время, и те, которые действительно хотят побольше узнать о товаре и приобрести его. Каким образом? То есть для аудитории, которая важна презентажкой исключительно сэкономить свое время, вы можете основной позыв приложить в самом начале. А уже для аудитории, которая все-таки хочет долгую презентацию, побольше информации, вы можете все это уже разжевать в более детальном плане. Поэтому для меня презентация – это возможность продавать. И не игнорировать никакую либо аудиторию, просто охватить всех. Ну а теперь перейдем с вами к пункту, каким должен быть текст вашей презентации. И первый совет, первый пункт, с чего вы должны начать – это выбрать тему, которая вам будет действительно интересна. Кажется, это банальный совет. Возможно, так и есть. Но если вам будет неинтересна тема, по которой вы собираетесь делать презентацию, скорее всего презентация получится проходной, чисто для галочки. Особо она не запомнится просто потому, что в ней не будет души. И это факт. А вторым пунктом – это продумайте историю. Потому что, как правило, именно истории, они имеют больший отклик у аудитории и получают лучшие результаты. Потому что, согласитесь, нам всегда интересно слушать какую-то историю, какие-то подробности. Это нас увлекает, нам хочется узнать, что же произошло, что было дальше, чем просто прослушать какие-то сухие факты. Яркие изображения, но короткие, точные, лаконичные фразы – это и есть залог вашей презентации. Люди не хотят читать длинный, скучный, нудный текст, который вы прописываете на слайде. Картинка должна вызывать эмоциональный отклик у вашей аудитории. Конечно, цель любой презентации – это побудить пользователя выполнить нужное вам действие. То есть, принять участие, подписаться, купить что-то и так далее. Поэтому используйте для призыва к действию дополнительный последний слайд, который будет также красиво смотреться, и пропишите на нем то, чего вы хотите от вашей аудитории. На этом все. Пишите в комментариях свои отзывы, дополнения. Расскажите мне, используете ли вы презентации. Поделитесь своим опытом своих презентаций. Какие, возможно, сервисы дополнительные вы используете для того, чтобы создать красочную, сочную, яркую презентацию. Ну, конечно, если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Не забудьте подписаться на наши уведомления, подписаться на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, на наши аудиоподкасты и также на наш Instagram-аккаунт. До новых встреч и хороших вам продаж!